Согласно известной русской поговорке, болен, лечись, а здоров, берегись. Но, к сожалению, не все руководствуются этим правилом. Большинство россиян обращаются к врачам раз в год или реже. При этом самый распространенный повод – хронические заболевания. Намного реже – симптомы сезонных болезней или в рамках профилактики. Подробности в сюжете нашего корреспондента Анастасии Новичковой. По статистике, 64% россиян идут в медицинское учреждение только в случае серьезных проблем со здоровьем. 31% из них обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят. 19% – при острой боли. И 14% – стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Мы решили узнать от веричан, как часто они проверяют свое здоровье и посещают медучреждения. Медицинское учреждение я практически не посещаю. Но это, видимо, проблема всякого русского человека. Пока что-то не заболит, ты не пойдешь и будет уже поздно. У меня мама врач, поэтому с этим проще. А так к стоматологу стабильно два раза в год и все, не больше. Да, я ходила на диспансеризацию и, конечно, обязательно надо ходить. За последнее время очень часто. Ну, я думаю, что это важно все равно. Проходить надо все равно смотреть за здоровье свое. В этом году я прошла диспансеризацию. Мне делали кардиограмму, ЭКГ. Прошли узких специалистов. Сдали анализы крови. В том числе окулист был, что это важно. Я думаю, что нужно заниматься своим здоровьем. Следить за своим здоровьем нужно, важно. И лучше обращаться к специалистам. Чем чаще, тем лучше. Большинство опрошенных тверичан считают, что следить за своим здоровьем и проходить профилактические осмотры необходимо. И медики утверждают, что в самом деле в последнее время россияне стали больше заботиться о своем здоровье. И для его поддержания в первую очередь важно вести здоровый образ жизни. Также необходимо регулярно посещать врачей, не ждать, пока что-то заболит. И, конечно, регулярно проходить диспансеризацию. В нашем регионе записаться на медицинский чек-ап можно любым удобным способом. Во-первых, человек может записаться, обратившись непосредственно в свое лечебное учреждение, куда он прикреплен, или вот как перечислили, где проводится диспансеризация. Непосредственно в регистратуру. Очередей никаких нет, человек будет принят и, соответственно, направлен. Далее через колл-центр регистратуры. То есть надо узнать номер колл-центра регистратуры. Далее через службу 122. Причем они дают и информацию по прохождению диспансеризации. У нас еще существует наша на региональном уровне электронная регистратура. Это Медрег Тверь. То есть там можно записаться, туда расписание выкладывается. Ну и через портал Госуслуг. Также стали возможны выездные медосмотры. Бригады медиков осматривают работников прямо на предприятиях, а студентов по месту учебы. Для этого руководители организации должны заключить договор с медицинским учреждением и обеспечить подходящие условия для профосмотра. В Верхневолще создаются все необходимые условия, чтобы бесплатно, быстро, комфортно и качественно пройти диспансеризацию, узнать о состоянии своего здоровья и предотвратить выявленные заболевания на ранней стадии.